Друзья, всех приветствую! Сегодня бы хотелось поговорить о рынке драгоценных металлов и прежде всего о золоте, потому что золото это самый властельный актив последних месяцев, уж точно с начала года мы наблюдаем то, что происходит со всей секции драгоценных металлов. И золото понемногу подбиралось к переписи исторических максимумов, что в принципе произошло. Мы все видели относительно недавно, как золото переписало хай на отметке 2011 года, это уровень 1912 долларов за тройскую унцию. И тогда без какой-либо коррекции сразу же взяло психологическую планку в 2000. Многие трейдеры полагали, что пройти выше этого уровня золото не сможет. Были аналогии также с рынком криптовалют, с биткоином, когда в 2017 году мы видели похожую динамику, круглые цифры, конечно же, в меньших абсолютных значениях, но тогда планка была 20 тысяч по биткоину и, как мы все прекрасно помним, выше этого уровня биткоин забраться не смог. Поэтому по золоту какое-то время действовала идея о том, что 2000 это предельное значение. Но опять же, мы знаем то, что золото совсем недавно добиралось до более высоких ценовых значений, поэтому можем сказать то, что изначально амбиции покупателей сразу же заранее простирались гораздо выше данного психологического рубежа. Сегодня мы работаем с историческим максимумом, который находится на уровне 2075 долларов за тройскую унцию. В моменте сейчас на рынке драгоценных металлов произвивается коррекционная динамика. Хочу сразу отметить, обратить ваше внимание, то, что любой тренд, безусловно, это борьба покупателей и продавцов. И когда идет мощная восходящая восстановительная динамика, логично предположить, что однонаправленное развитие тренда, оно невозможно, в принципе, особенно теми темпами, которые мы наблюдали в динамике золота. На рынке назрела очевидная коррекция, которая, собственно, и произошла. Сейчас, пожалуй, главный вопрос, который можно задать, было ли у этой коррекционной динамики какое-то действительно стоящее фундаментальное основание. Я думаю, что этого основания не было, потому что, прежде всего, когда мы стараемся разобраться с тем, что происходит со золотом, нужно поглядывать на то, что происходит с американской валютой. И в моменте, друзья, я могу сказать, что индекс доллара США остается в аутсадиях и находится на минимумах за последние два с половиной года. То есть протоколы, которые вышли буквально накануне, стали причиной локального интереса к доллару. Это оказало давление на позиции золота. Но этот интерес был локальным. Сегодня мы видим, как инициатива уже снова постепенно возвращается к продавцам. Поэтому в сухом остатке получается то, что распродажи рынка драгоценных металлов и золота. Они имеют место быть на крайне сомнительных фундаментальных основах. И, честно говоря, то, как активно золото ходит в последние недели, лишь доказывает то, что это актив с безумной концентрацией спекулятивного капитала. То есть незначительное снижение стоимости актива, как правило, это бывает в таких инструментах с зарядом спекулятивных настроений. И этого бывает достаточно для того, чтобы спровоцировать панику среди инвесторов. Ну, в принципе, именно по рынку драгоценных металлов мы это видели накануне, когда были опубликованы протоколы. Но пройдет совсем немного времени, и инвесторы вновь сфокусируются на прежних факторах, которые поддерживали золото на протяжении последних шести месяцев. Среди них, друзья, это новые стимулы со стороны мировых регуляторов. Это рост инфляции, потенциал дальнейшего снижения доллара, это падение доходности американских облигаций. И отдельной темой я всегда касаюсь, особенно если речь идет о спросе на защитные инструменты, такие как золото, это усиление напряженности в отношениях между США и Китаем. На мой взгляд, все-таки ключевым фактором роста золота остается снижение реальной доходности американских облигаций, американских трендерс. Речь идет о доходности реальной облигации после корректировки на инфляционные ожидания. И сейчас доходность американских облигаций продолжает снижаться из-за крайне низких процентных ставок, из-за новых мер экономического смягчения, которым прибегают непосредственно власти и монетарные, и, скажем, политические, если говорить о мерах бюджетно-фискальной поддержки. На данный момент, друзья, доходность десятилетних облигаций, которые анализируют и показывают этот показатель с учетом инфляционных ожиданий, она находится на отрицательной территории. То есть реальная доходность американских облигаций держится в районе минус одного процента. И, конечно же, при том, что в целом новостной фон мировой экономики не меняется, есть риск того, что доходность облигаций окажется еще ниже, поскольку последствия той же самой второй волны пандемии в США, скорее всего, побудит федеральный дезерв пересмотреть предельные минимумы ключевой процентной ставки. Но уже сейчас заранее сложилась ситуация, когда инвесторам приходится, крупным инвесторам, безусловно, оплатить за то, что они владеют американскими облигациями. Поставьте себя на это место, и вы поймете, друзья, почему в золоте очень много денег и почему вот этот поток, он буквально не кончается. Сотни миллиардов заходят в фонды ИТСЕФ, потому что все знают, что с американским рынком долго в ближайшее время ничего хорошего не произойдет. То есть в лучшем случае ставки будут держаться, вот реальные ставки доходности на отрицательной территории. И, конечно же, нахождение в этих активах для крупных инвесторов сейчас это равносильно принятию для себя убытков. Понятное дело, что они делают акцент на альтернативу, и этой альтернативой как раз становится актив-убежище и самый, наверное, дешевый способ захеджироваться от инфляционных рисков. Напомню, что росту инфляционного давления будут способствовать дальше триллионы инъекций долларовой ликвидности в экономику, которым вынуждены прибегать власти. Конгресс США вот-вот согласует новый пакет фискальных стимулов, объем которых может превысить один триллион долларов. И участники рынка допускают, что это еще не предел. До конца этого года подобного рода траншами в экономику может поступить еще от двух до трех триллионов долларов. Это вполне логично, учитывая разрушительные последствия, с которыми столкнулась американская экономика. На данный момент, друзья, безработы в США 30 миллионов человек, и всем им необходимы повышенные пособия по безработице. Без новых фондов помощи в восстановлении экономики замедлится, что обвалит фондовые рынки. Очевидно, что в преддверии президентских выборов допустить этого Трамп, ну, не может. Кроме того, вполне можно рассчитывать на повторение ситуации далекого 2016 года, когда после победы Трампа над Клинтон инвесторы обратились также к активным убежищем, из-за чего золото выросло, по-моему, в диапазоне от 5 до 7%. Ну и, конечно же, на стороне покупателей золота также разногласия между США и Китаем. Конфликт между странами усилился на фоне недовольства США мерами, принятыми в Китае в условиях пандемии. Я полагаю, что к концу этого года мы полномерно уйдем в плоскость вопроса того, что между странами снова разгорится полноценная торговая война и вновь повысится спрос на те инструменты, которые относятся к категории защитных. И напоследок, друзья, хочу обратить ваше внимание, что в сторону роста золота смотрят многие именитые инвестбанки, крупные хедж-фонды с крутыми экспертами, которые также считают и называют, не стесняясь, опять же не опасаясь за последствия, что золото это один из самых лучших инструментов, самых надежных активов для инвестиций до конца 2020 года и не только. Если пойти чуть-чуть вперед, дальше на 2021 год, то эксперты Бенков Америка прогнозируют, что к 2021 году стоимость золота легко перевалит за 3000 долларов за тройскую функцию. Друзья, самое время сейчас принимать решение, готовы ли вы участвовать в этих сделках, в длинных сделках в расчете на такой роста. Золото, повторюсь, в последние дни снова отдало коррекцию. В моменте котировки 1937 долларов за тройскую унцию, и я считаю, что нахождение золота ниже 2000 – это идеальная возможность для того, чтобы зайти в этот инструмент в расчете на то, что вы, как инвесторы, станете частью этой крайней прибыльной инвестиционной затеи, то есть покупка рынка драгоценных металлов и самого проверенного и надежного защитного актива. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok